Белфертом в 2013 году в том поединке Биспинг проиграл техническим нокаутом. Еще один факт. Оказывается, что Майкл Биспинг сумел завоевать чемпионский пояс наполовину слепым. Парень достоин того, чтобы стать частью зала славы UFC. Кстати, этим летом 40-летний Биспинг был введен в зал славы. Огромное уважение. И вот что бывает, если заниматься ММА. Так что 10 раз подумайте, прежде чем идти в этот спорт. А мы переходим к следующей новости. Недавнее интервью Александра Емельяненко вызвало большой резонанс. Напомню, что Александр высказал свое недовольство теми бойцами ММА, которые используют в октагоне борцовский стиль. По его словам, фанаты всегда ожидают увидеть зрелище в стойке и не хотят смотреть на занудную возню в партере. К слову, именно по этой же причине ему неинтересно смотреть поединки Хабиба Нурмагомедова. Магомед Исмаилов не оставил это без внимания. Он довольно резко отреагировал на заявление Емельяненко. Мага Исма отметил, что смешанное единоборство на то и смешанное, что здесь можно использовать любой стиль, какой тебе хочется. Более подробно можете почитать вот здесь. Для этого просто нажмите паузу. Что интересно, Хабиб тоже присоединился к словам маги. Он коротко написал В последнее время Конор часто попадает в неприятные ситуации. Суды и Конор, Конор и Суды. Сегодня прояснилась ситуация с человеком в пабе. Помните такую? Для тех, кто не в курсе, Конор в апреле 2019-го прибыл в один из пабов Дублина, где угощал всех присутствующих собственным брендом виски. И один из посетителей отказался, и за это Конор ударил его по голове. Из того, что известно о суде, 11 октября Макгрегору надо будет присутствовать в Дублине на рассмотрении дела. А еще известно, что ему предъявлено обвинение по одному пункту, в итоге ему грозит до полугода заключения или штраф в размере полторы тысячи фунтов. Как думаете, легко отделался? Скорее всего, полторы тысячи – это всего лишь штраф, а с человеком в пабе Конор поговорил отдельно, и они пришли к мирному соглашению. Что касается Хабиба, босс Уайт сделал заявление о поединке Орла с Жоржем Сен-Пьером. Суть такая, что сначала поединок с Тони Фергюсоном, он заслужил право быть первым, а потом, если все сложится хорошо и Нурмагомедов победит, то вполне возможен их поединок с Жоржем Сен-Пьером. Сначала должен состояться бой с Тони, Тони Фергюсон против Хабиба. Если Хабиб выиграет этот поединок, мы будем заинтересованы в том, чтобы организовать поединок с ЖСП, рассказывает Уайт. А еще президент UFC в восторге от формы ЖСП. Не знаю, видели вы Жоржа, но он сейчас очень худой, он в невероятной форме и суперхудой. Он на 10 фунтов – это 4,5 килограмма легче Хабиба. Мне сообщили, это невероятно, заявил Уайт. Обо всем происходящем высказался один из менеджеров Хабиба – Резван Магомедов. Конечно, соперником будет либо Фергюсон, либо Сен-Пьер. Если вы спросите, кого бы мы хотели видеть в качестве противника Хабиба, то это Сен-Пьер. Не потому, что мы избегаем поединок с Тони. Абсолютно нет. Сен-Пьер на порядок опаснее. А еще менеджер обратился к тем, кто недоволен разговорами о ЖСП. Давайте послушаем. Критики, видимо, подзабыли, кто такой Сен-Пьер, будто начали интересоваться ММА только вчера. Сен-Пьер – это огромное имя, это бывший чемпион в двух весовых категориях, защитивший титул очень много раз. Он идеальный соперник, чтобы оставить наследие в ММА. Это я говорю всем критикам, всем тем, кто говорит, что мы избегаем боя с Фергюсоном. Как мы знаем, ЖСП всегда следит за здоровьем. Это не первый раз, когда он хорошо так подсбросил. И то, что он в прекрасной форме, это, конечно, ребята, вносит свою интригу. Но мы ждем анонс поединка Тони Фергюсон с Хабибом Нурмагомедовым. Это сейчас важнее. Но, видимо, менеджер с этим не особо согласен. Он говорит, почему Сен-Пьер? Тут все составляющие. И спорт, и шумиха вокруг поединка. Поединок с Сен-Пьером будет интереснее и намного более кассовым, чем с Фергюсоном, заявил Резван Магомедов. А теперь, друзья, конкурс. Напишите, с кем бы вы хотели поединок Хабиба с Фергюсоном или с ЖСП, и объясните, почему. Например, я хочу увидеть поединок Хабиба с Тони Фергюсоном, потому что мне интересно, кто из них сильнее в легком весе. Тот комментарий, который соберет больше всех лайков, попадет ко мне в сторис в Инстаграм. Голос ММА. Участвуйте и побеждайте. Всем удачи и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok